в общем мои хорошие мои любыми пришла новая посылка пришел вот такой вот такой коробке то есть вот таком и полиэтиленовом пакете в общем у меня тот друг который говорил что заказывал спортивные перчатки для себя для своей девушки в общем он заказал раньше он заказывал когда меня не было я был во франции заказывал томаса господи что ты за дитина такая плиз сюда давай весь пакет вот так залазь полностью мы тебя вернем назад китай в общем куб заказывал этот значит парень у меня заказывал еще заказывал у меня раньше рукавицы я делал видео для велосипедистов и спортивные штаны в общем но и футболку для велосипедистов все фирмы куб это немецкая германская фирма куб кстати на этикетке было написано что там все написано на немецком только на этикетке был написано made in china но все равно было адрес этой фирмы которая по разрешению в китае делает томас ну ты вообще вот тебе домик хороший буду да в общем это самое ничего не понимал томас из-за тебя ничего не могу сказать ты понимаешь ты дымов что там коробки подвешу до люстры будешь висеть поняв в общем рюкзак очень хороший на на наши деньги он стоит 320 ну кому 40 40 долларов стоить я ссылку точно дам цену сколько он шел но по моему не больше месяца в общем что тут есть я вам рассказываю ткань вот это нейлон она не провода непроницаемая то есть вода скатывается по рюкзаку все едешь на велосипеде все хорошо есть вот такая штука вот вот она вот тут такая штучка сейчас я вам палец сюда просуну а вот она вот это вот в общем видите она туда сюда залазит внутрь рюкзака дырочка это для того чтобы можно было высунуть трубочку капля нарисована и закрепить ее вот сюда потом как-то там внутри бутылка крепится и можно по ходу велосипедисту попить воды не останавливаясь не снимая рюкзак ничего в общем вот такие карманчики вот такие карманы кстати это и друг пришел до меня уже за рюкзаком вот такие карманы они такие очень мягенькие для мобильных телефонов чтобы оно все это не царапалось вот потом значит вот такие штучки это вентиляция само собой для того чтобы не было нагрузки на позвоночник вот она даже сделана такой форме как ребра вот как томас надо ринты чудовище в общем вот такие эти самые потом вот это застегивается она нас одеваешь так на спину а это получается период и это напереди вот она фиксируется кстати его можно опустить немножко пониже вот эту потянуть то есть ну вы поняли да вот этот фиксатор можно опустить ниже к ну кому как удобно и также но фиксируется снизу тоже вот этот замочек ремешок так что тут еще есть вот эти боковые карманы вот такие для там рукавиц там еще может быть для воды бутылки то месте вы положить туда с этой стороны тоже самое тоже такой же рюкзак кстати вы заметили мы на новое покрывало потому что я постелил уже многим она надоело то моим желтое я специально сверху этого кинул зеленое кстати в дурдоме краше зеленым цветом стены чтобы можно было успокаивать у таких как томас понимаешь томас все это сейчас запакую все пукалки в китай поедешь скажу рюкзак не пришел крылья сейчас здесь в общем ночью он светится если едешь вот это все горит огнем каким-то то есть не огнем она светится так дальше что тут еще есть смотрите тут есть такое как вот такая штучка это так называемый чехол для того чтобы закрыть закрыть весь рюкзак она на резиночках вот с этой стороны и ты закрываешь вот так рюкзак сейчас одну секунду я возьму так закрываю и покажу вам ой не получается потому что она рюкзак пустой в общем тоже фирма куб вот это у нас рюкзак не володя сказал что он стоит у нас 600 чем-то гривен на такой рюкзак на всех этих наших магазинах один в один точь-в-точь вот что тут еще внутри в общем один сплошной карман один сплошной карман тут вот есть значит такая штучка для ключей вот для ключей тут весь такой как карабинчик в общем вот эта штучка вот это вот это липучка такая для бутылочки внутри тоже есть по-моему где-то есть еще один карманчик но я уже не найду ну в общем все наверное что по обзору самого рюкзака ну в общем вот эти вот лямочки тоже они не на не натирают дышишь не потеешь даже летом когда носишь там на футболку у тебя не будет мокрых этих самых мокрого ничего на тебе не в общем томас тебе там понравилось домик тебе такой хороший так ну все на свою смерть засовывай туда руку все в общем мои хорошие так что я хочу сейчас одну секунду одну секунду мои хорошие мои любыми сейчас я буду передавать приветы потому что я обещал обещал кто-то там но видя обращение как-то не не мог передать о посылке этот раз нажрався пришел сюда вот эту посылку интим не предлагать trusting мне это и сейчас я хочу передать приветы так не не просит передать привет васе питерский меня есть такие подписчик васи питерский он значит живет и так понимаю он в питере или olarak но почему-то подписаны он это передает проситų вце с типо птицы написано там написано ниже олег Измаил. Я не знаю, то ли это Олег, ну, Олег это имя. Измаил может быть такой город есть. Ну, может быть и фамилия. Олег Измаил. А почему тогда Вася Питерский? Вот это вы мне обязательно напишите, потому что мне дуже интересно. В общем, привет тебе большой. Если ты в Питере, то в Питере. Если в Измаиле, то в Измаил. Но если ты Олег Измаил, то привет тебе тогда в Питер. Ну, почему Вася, я не знаю. Вася Питерский, привет Олег Измаил. Ну, в общем, привет передал. Так что не расстраивайтесь. Мне это самое... А! Еще, еще привет, Александр Чиля, у меня есть подписчик, Александр Чиля, кстати, все эти мои подписчики участвуют в конкурсе, я там разыграю призы, в общем, из Парижа, то, что я привез, ну, в общем, не конкурс, я неправильно назвал, это розыгрыш, будет разыгрываться генератором случайных чисел, он считывает генератор, считывает программу, вот эти вот, которые, ну, социальные сети, которые, ссылку на них, и оно там само их номерует и само выбирает победителя, все, я тут ни при чем. Оно отфильтрует тех, кто миллион раз, допустим, добавит, но я думаю, таких нема, вот оно отфильтрует, оставит один этот социальную сеть, в общем, так, Александр Чиля, он живет, я так понимаю, в Киеве, для Саши и Иры, я передаю огромный-огромный привет, як тебе не любите, Киеве ми, понимаете, в общем, привет вам большой-большой, не это самое, участвуйте в конкурсе, ну, если не выиграете, ну, что сделать, аж, ну, я бы, если мог бы, я всем бы отдал бы, просто так вот, что у меня есть, все бы раздал бы, честное слово, ну, всем не смогу, поэтому, кому-то одному. Теперь, меня девочка прошла Даша, девочка Даша просла передать привет, ну, это вообще, конечно, уникальный случай, передать привет для кролику Степе, кролику Степе и птичке Яне, от их хозяйки Даши, так и передаю. Привет вам большой, смотрите мой канал, заманивайте на него своих друзей, своих мужей, сватей и всех по списку, в общем, так, еще что, конечно же, я хочу рассказать о одном канале, канал, в общем, у меня в подписчиках был Максим Масяня, многие его знают, он был моим подписчиком, он и есть моим подписчиком, это, и, значит, он сейчас тоже снимает видео с посылками, естественно, я никаких денег за это не беру, естественно, они мне не нужны, я просто хочу рассказать то, что вот парень тоже снимает видео, у него хорошие обзоры, посылок, если есть кому-то, ну, кому-то интересно, я думаю, что интересно многим, смотрите, пожалуйста, его видео, я ссылку тоже дам на Максима Масяню, в общем, так что, добро пожаловать на его канал, смотрите, поддерживайте, будем, в общем, будем обмениваться подписчиками, все, это, кстати, я в Лото Забау играл, никогда ничего не выиграю, это как брехня вот это, это когда-то, видите, 23.05.2010 год, опять 23, три билета купив, все, 23.05, и нифига, аферюги, вот так, деньги выбросы, а обратно ничего не мало, все, мои хорошие, вас люблю, вас целую, сейчас в конце будет песня, но я сейчас видео остановлю, потому что мне Володя и Саня пришли за этим рюкзаком, вот, впереди много, в общем, посылок, я, а, сейчас, одну секунду, так, еще, мои хорошие, это вот пришел до меня Володя, это самое, я забыл тоже сказать, что я раньше заказывал кошельки для них, два кошелька, это мужской, это женский, ну, соответственно, красная, черная, стендаль, в общем, это, вот такие кошельки, сверху написано, что это кожа, такие кошельки, по чем они уже, я не помню, по 6 долларов, по-моему, да, 6 с чем-то долларов, вот такой кошелек, вот такая вот, тут что-то написано, Саши, что-то, Саши, чи шо, в общем, одинаковые фирмы, я в них попросил все кошельки, они до меня пришли за рюкзаком, тут карточки, сейчас пойдем обналичим, так, тут гроши, я не буду показывать, сколько, в общем, вот такие кошельки, вот такие отделы, тут чего, ну, неудобно лезть туда, там гроши, гроши, вот такие, в общем, замочек, вот так оно застегивается, так, сейчас мы Танин проверим, что у нее тут творится, кошельку, так, карточка приват банка, все понятно, так, и тут тоже, ого, сколько рублей, сколько, для мелочей есть тут, а, до мелочей нету, да, вот это я был пока в Франции, пришли вот эти все обзоры, представляете, мои хорошие, мимо нас, прошли обзоры, все, прошли новые серии, так что вот это кошельки, я тоже прикреплю ссылку, и все вам скажу, сколько они шли, сколько, за сколько они покупались, все, мои хорошие, вас люблю, я вас целую, подписывайтесь на мой канал, не ходите по другим каналам, ходите только по моему каналу, по каналу Данила Букреева, и там хорошо протопчиться по каналу Максима Масяни, хотим сказать Тараса Маринича, но куда-то пропал Тарас Маринич, я поддерживал там одного парня, я не знаю, по-моему, он из Москвы, он снимал видео о этом самом, ну, а тоже об этом, об этих посылках, а потом что-то он пропал, ну, не знаю, может, он, конечно, не выдержал конкуренции в моем лице, я не знаю, но я с удовольствием любого бы поддержал бы и рассказал, все, я вас люблю, вас целую, вы самые-самые хорошие мои зрители, участвуйте в конкурсе, все, немедленно, немедленно, Лиля Атлантик, почему не участвуешь в конкурсе, Ким Михаил, а, Сергей Новиков, сами мои старые подписчики, все, я вас люблю, мои хорошие, я вас люблю, вас целую, я вас обожаю просто. Так, еще не все, еще в конце спою песню, но это потом. Висиха души, крениця, и життя, как не было, Как раз или два на месяц, не поеду в село. Как раз или два на месяц, не поеду в село. Я побачу рідну хату, за веснею наче світ. Здравствуй, мамо, здравствуй, тату, И мого битинства світ. Здравствуй, мамо, здравствуй, тату, И мого битинства світ. Субтитры создавал DimaTorzok